В доме участницы Великой Отечественной войны Людмилы Кузьминичной Абрамовой сегодня много гостей. 91-летнюю пенсионерку пришли навестить и поздравить с Днем Победы сотрудники Химкинской прокуратуры. Желаем самое главное здоровья, успехов, терпения, долгих лет жизни. Вот уже несколько месяцев правоохранители отстаивают права химчанки. Участница Великой Отечественной войны пустила жить к себе в дом съемщика жилья. Мужчина вошел в доверие к женщине и заключил договор пожизненного содержания сожделения, по которому пенсионерка передаст ему дом в обмен на заботу и уход. Позже женщина узнала, что она была не единственная у молодого человека. Людмила Абрамова вспоминает в военные годы, как работала в колхозе в Подмосковье. Все для фронта, все для победы. И никогда не думала, что спустя три четверти века в мирное время снова так сильно будет бояться за свою жизнь. У меня никогда такого давления не было. А тут у меня с ним, он перешел ко мне жить. Зачем? Я себя обслуживаю. Он не слушал меня. Он делал то, что ему надо. Комнату занял. Да. Вот. Комнату занял. И спать мне не дает. Он же у меня. Давай пойдем распишемся. Куда я пойду распишется, Веслан? Я чуть же... Ты почти во внуки мне гонишься. Он мне начал угрожать. Видишь, пистолет? Это пистолет серьезный. Пистолет Макарова. Я лежу, покроюсь. Я боюсь, думаю, встану я уживаю или нет. Тревогу забили соседи, одинокой пенсионерки. Они обратились к химкинским депутатам. Прокуратура начала проверку. Работники надзорного органа установили, что за женщиной не ухаживали, а все обещания, прописанные в договоре, не исполнялись. Прокуратура направила исковое заявление в суд с требованием о расторжении договора. Решением химкинского городского суда требования городской прокуратуры удовлетворены в полном объеме. В настоящее время подана апелляционная жалоба стороной ответчика, которая будет рассмотрена в московском областном суде. По словам работников прокуратуры, в беде участницу войны они не оставят. Тем более, что этим делом уже заинтересовались и другие структуры правоохранительных органов. Продолжение следует...